всем добрый день дорогие зрители с вами ник Белл сегодня я начну проходить кампанию Mountain Blade Warband ну я уже поиграл довольно таки хорошо раскачался не раскачался немножко голову поднял довольно таки много спросите как я это делал просто спокойно сидел на этих на аренах и получал уровень русификатор у меня не полный стоит я уже присоединился к королевству свадьи то есть мое правильное прохождение будет составлять прохождение за королевство свадьи я уже тут бегаю с такими таковым отрядом нет я это не на 4 ничего потому что как видите я это ничего не читерил я вам могу показать сообщение блин да вот а нет она сохраняется только на неделю через каждую неделю журнал сообщения удаляются печенье он показал бы что я ничего не читерю ничего но не буду больше говорить я сразу начну сражение с королевства но пока идет война можно посражаться ну что ж давайте начнем сейчас думаете а полез в пятиразовом разницы на противника нет это все еще нормально я закрываю стульсов уже проходила компанию без записи это было весьма эпично то есть его так вот и бегал если там конечно армия очень огромная собираются вражеской где-то более тысячи тогда это составляла большую проблему я вам скажу так вот сейчас я вам покажу настройки то что у меня тут сражение еще на максимуме стоить ценка сложности 42 процента количество словно это будет жуткая подвисать выбрали сослав самая топовая комица смотрите если мы откроем вот эту страничку они уже 50 человек уже 60 даже потеряли их арбалеты ничего не могут сделать потому что у них больнички конечно прористородок самое хорошее это родок альбалетчики но так они особо не представляют конец из лавдии никакой опасности потому что если у них броня вот примерно как у меня это то есть считаете 50 где-то защиты тела плюс перчатки там он не смотрю у кого-то латные вон у кого-то в эти клёпаные у меня я уж не помню а умеете мы ничего не потеряли захватывать я не буду ничего не буду тут я его конечно вам имеете отряд где-то примерно 50 человек то есть вы можете спокойно вот если у вас будет 50 человек конец из лавдии вы спокойно можете выносить даже такую армию которая по численности превосходит у вас 6 раз то есть это 300 человек отряд то есть это спокойно все можно увидеть они наверное а нет они уже знают что им кого-то такого самая топовая будет это победить их него крана тогда они будут просто тупо бегать от меня так как я это еще не сделаны ведь я могу просто вот здесь вот так вот стоять но это будет тогда неинтересно смотрите видео есть я первый убил я обычно все время играю так первого убиваю это все и делимся до самого конца вот такой вот рэшки ну вот сами понимаете что противник особо не может против конец ничего предоставить ну немножко а свавзии конечно да сам взять консильная но почему-то мне сейчас попалась так что королевство свавзии очень сильно проигрывает королевство родокам точнее правильно сказать королевство родок но в россии при катарах они может что-то неправильно переводят потому что если я уже успел спасти короля улучшили соотношения с королем кларгаусом или как там нож не помню буквально сегодня пришел на королевство лавс мне его спас поблагодарил а вон у них армия бежит он видишь как листовый слаб проигрывает довольно серьезно видите там пленные уже у них ничего такого особо не могу предоставить можно сказать вот я решил ступиться за них не помочь бедным с водительским воином одолеть противника на самом деле я никогда не порекомендую просто так атаковать любого лорда потому что во первых это будет влиять на отношения с ними в будущем но во вторых это будет как то потом проблематично будет получать всякие на делу потому что на того на кого можно сказать нападали там улучшается внутри очка отношения и весьма эти три очка будут серьезную роль играть да они просто будут что вы думаете что вы думаете такой известный в силу противник но чтобы вы чувствовали сильнее проблема для них они просто не будут вас наделять то есть если вы королю понравитесь то или иной фракции но если вы будете конечно в его королевстве служить то вам обеспечена довольно таки такая роскошная жизнь помню когда эта еще игра вышла ее переводила компания 1с то есть там полностью была русифицированная игра я проходил и мне один раз так повезло в королевстве родок то есть я можно сказать все города с сват получил просто так я тогда не проходил за я реально был сам в шоке то есть то что принадлежала вот эта вот вся часть вот это все принадлежало мне читайте я там каждую неделю получал более десяти тысяч более десяти тысяч это меня конечно все время удивляло но потом мне что-то не а вспомнил я отказался от того что с тобой стать главным командующим понимаете в чем проблема главного командующего ты не можешь никого направить это именно не в падме бежать там захватывать кого-нибудь в дальнюю город крепость или строите с одной башни я беру туда города отправляю или короля то есть прошу его но на самом деле это гораздо проще захватывать если чтобы башню не строить так проще захватывать и не сидеть тупо ждать 48 часов ну я там уже не помню сколько в инженерии требуется на десятом уровне строительство башни но там довольно таки серьезно придется прождать то есть у вас он может на 25 процентов упасть бы войду но считайте при захвате вам там ничего особо не будет пополняться то есть там добавится процентов десять от того что вы потеряли ну вот герб не достовался я конечно выберу самый такой энергичный нет нет вроде нет я не видел нет с вашей красной я не буду ммм за их ханство я не прошу только из-за того что у них там конечно тоже хорошая галерея но блин там они бесполезны в обычном бою а они их пользуют ноль то есть там они просто тупо бегают по кругу и все это все что они могут может оленина считаете олени рогами то может баднуть ну ладно давайте олени возьмем наш будет герб олень рогатый ну я не знаю сейчас я посмотрю что меня за надел да кстати вот мои доспехи да я поучаствовал довольно таки много всяких этих турнирах где-то в пяти турнирах я поучаствовал сразу с вами и немножко сражался с обычными солдатами то есть считайте с одного турнира там можно довольно таки такие хорошие бабосы получить вот так вот я конечно и там покупал себе эта лошадь стоит тысячу этот доспех стоил стоил мне шесть тысяч это вообще дешевка была я их купил где-то за полторы это за пятьсот щит в битве достался это я купил за две тысячи ну это тем более я уж молчу это самая дешевая вещь оказалась ну не дешевле конечно ботиночек и вот этого оружия колючего но все таки она была дешевенькая она стоила мне всего лишь каких-то двух тысяч двух пятьсот да я немножко посражаюсь и еще дня вот когда сказал то что там если хотите можете иметь отряд отряд конечно 50 чтобы убивать побеждать армию численностью в 300 но считайте зато у вас боевой дух будет быстрее уходить савдийские рыцари они больше всего любят в бою находиться то есть это коррежество должно все время находиться в какой-то войне иначе просто приходится савдийских савдийских рыцарей держать в замках в городах так примерно двадцать шесть савдийских рыцарей это довольно таки хорошо хороший подвиг и считайте они очень быстро разбивают врага вот такой маленькой рапкой у меня не осталось за головами конечно брать спасать из плена потому что их тут очень много и они успевают умудряться залететь наверное мне очень плохо слышно надо уменьшить громкость музыки окей звук музыки окей что там тембор быстрый но нормальный хотя давайте быстрый поставим чтобы все это быстро проходило ну он бежит один отряд но видите он воевать тогда не было смысла большого я хотел какой-нибудь город захватить показать что могут двадцать восемь человек ну конечно посчитал себе еще но это реально весьма так теперь нечего поделать даже скринестом родок теперь если только конечно самым тупым делом заниматься в этой игре это просто бегать да это кстати я включил чит-код то есть я могу видеть всю карту то есть это считайте удобно мне конечно будете говорить ооо используешь чит-код да говорил что не используешь граф рис лимажа маршал а вот понятно все я уехал мне этого смысла вообще никакого не прибавило то есть считаете у меня и так скорость большая потому что я поиск пути прокачал то есть я могу даже самых тупых догнать и как нифиг делать ну я понимаю это не весьма весело просто охотиться за каждым таким отрядом маленьким но все же сами понимаете если кто не играл то я не советую вам скачивать конечно пиратскую то что там конечно будет то же самое но блин вы на нее просто будете мучиться потому что там будут какие-нибудь ошибки могут вылетать просто я тоже вот когда я начал рассказывать то что у меня я еще купил на димовскую варбен когда она вышла то есть на диске лицензионы все чики-пуки то есть там надо было водить ключик траляля но как я попробовал этот ключик вести в стиме он мне сказал офигушки тебе там так что мне пришлось конечно играть в пиратскую но потом я приобрел весьма задешевую денежку ну не дешевую денежку все дополнения наполеоник варс викинг квест или как он там и этот огнем и мечом рублей за 150 вроде там такая скидка была на 75 процентов вообще довольно таки так хорошо было вот вот почему я вам и говорю что я использую чит-код точнее это не чит-код а чит-клавиши потому что вы понимаете искать вот так вот каждый отряд за каждым мелким зачем искать каждый мелкий отряд когда можно сразу посмотрел по карте нашел человек 30 и гоняешься за ним это довольно таки все быстро я не буду тпшиться ничего я не буду отрицать у меня включена функция чит-кнопок но я их особо не использую если только ради карты тем более вы сами подумаете можно сказать я использую шпионов так потому что все равно в древние времена все использовали шпионов и все знали кто где находится значит я тоже шпионов использую вот так вот я и вижу всю карту и кто где находится однако быстро я разнес даже я и не заметил всего лишь там двух-трех убил ну я говорил охотники за головами но у них смысла нету большого нету от них смысла большого нифига сколько уже денег моё ну вот и убежище в убежище нету смысла развивать потому что это надо вначале убить всех лесных разбойников чтобы потом они не появлялись но я ни разу этого не делал потому что все это бессмысленно они все равно как-нибудь появятся то есть обычные грабители они либо станут лесниками либо этими горные разбойники горные разбойники они такие слабые самые сильные разбойники это а вот морские налетчики ну степенье я бы не сказал что они такие сильные но они слабенькие мне кажется все равно морские налетчики будут посильнее у них и броня получше и оружие получше я начну конечно с 17 человек в отряде но потом что-то подумал ну нафиг я лучше примерно до 30 поднимусь вот я так и поднялся конечно я потерял одного работорговца ну все таки что самое интересное мы можем просто так даже воевать с любым королевством то есть наши крыльцы не будут воевать и если кто уже играл в эту игру то они прекрасно это знают а те кто не играл я вам расскажу в чем этот прикол то есть вы просто будете воевать с определенным королевством если там нападите на крестьян и уничтожите их либо на караван либо на лорда нападете и конечно вступите с ними в бой то вы объявляете войну но они все ваше королевство в котором вы состоите объявляют войну просто вы будете самостоятельно и лично разбираться с этим королевством то есть они не смогут захватывать ваши поселения и ничего потому что это все принадлежит одному королевству то есть вы просто тупо можете у них захватывать и расширять границы своего королевства но я это не собираюсь сделать потому что это будет с одной стороны нечестно с другой стороны будет весьма такая скучная прохождение потому что здесь я так обычно не прохожу одиночную то есть себе записи прохождение было не так уж весело потому что я все равно в чем суд концовки была игры потому что все захватил все фракции или не все я уж не помню я уже давно проходил полностью всю компанию я помню что я там секрерист уничтожил то есть все города замки все принадлежало мне то есть я создавал свою собственную фракцию это было конечно трудненько но все таки я имел большую власть и право на трон право на трон это просто тупая штука может выбреждение лорда присоединиться к вам и к вашему коллегисту просто увеличивать шанс что лорд присоединится к вам я смотрел всякие гайды советы читал в интернете как пройти мотом ларбэнд скажу то что есть там полезные всякие советы и ну я думаю я вам буду просто показывать воины всякие с разными градусами так это бессмысленно просто так тупо по картинам бегать ничего не делать кстати я вспомнил что я хочу сделать но есть такой весьма интересный квест где где вы можете короче нет это не то где вы можете узнать кто послал на вас убийц то есть вот если кто не играл я объясню чем кто не играл те кто не играли этот квест весьма такой легкий простой то есть вы берете любое желательно одиночное вот такое оружие о молот может молот то есть оглушаете всех и там будет такой костик его очень трудно выпить вот он видеть две тысячи стоит ну и я имею ввиду 55 который очень плюс 55 да все такси перчатки за тысячи полторы купил ну это понимаете весьма трудно чтобы на вас напали это надо по разному скакать города но так вот видите тут я даже встречал броню которая стоит 40 тысяч я был в шоке это реально был шок броня стоит 40 тысяч ого а че я не знаю ну давайте поучаствуем кстати раньше раньше такого то что у каждого королевства имеется свой тип раньше было так то что каждое королевство было только определенное оружие но не вид турнира теперь у свадьи полностью весь турнир проходит на конницы я еще был у этих у венгров на турнире там тоже было нечего такого особого удивительного там что я хорошо помню там не было конницы я точно не помню видите я просто с одного удара к которому я вообще даже не целился можно может мы можем вообще вставать там где-нибудь встать и встать или вегас там наоборот было тоже с ними я вот только сегодня начал проходить это прохождение так блин я долго конечно качался но это блин знаете еще как можно на этих тренировочных лагерях тренироваться ну там весьма нет я в фигининском было в фигининском там вообще такая моря была на турнирах или может этого с ванейских я помню я помню что вегаса или я не участвовал я что-то не помню ладно не буду врать но они исправили виды турниров у каждого что свое теперь свой вид турнира надо теперь у этих уродок у саранидов у саранидов тоже наверх верхом конечно все турниры проходили всегда только у них там в основном было задействовано оружием дротики и лук и еще что-то у хиенинского тоже только в основном лук был это меня весьма все время бесило особенно когда у меня лук выпадет я ни хрена ничего не могу сделать с этим луком потому что сейчас лука никогда не прокачиваю я вообще лук не беру в руки потому что с него пользу даже во время осады там все время приходилось искать на него стрела это вообще такое разочарование было видите как сразу трудно драться с ботом на высоких устроечках он тоже блокирует теперь но не так на самом слабом и низком уровне сложности один раз в полторы минуты блокирует удар он тут реально может тоже то есть если он не видит то что вы его бьете замахиваетесь он блокирует дать притягиваемся к празднику блин внешне чем рядом это нету понимаете я такой ничего особого не менял не менял не менял но можно сказать по всему возрасту немножечко изменил там немножечко бородку но тут понимаете даже короля нету тут смысла нету находиться смысл нету находить смысл нету находиться ну что ж мы будем просто тупо сидит так вот в лагере походу все праздник закончился и нет да закончился давайте нашего харлауса найдем короля он всегда сидит в одном месте что самое интересное иногда попадаются треваются наоборот и бить вольну то есть они вам дают квест все уже наверное встречались если кто проходит за определенное королевство то есть они вас просят чтобы вы там напали на три обоза какой-то фракции и объявится война через несколько дней ну это понятное дело помню как я все время захватывал этот правиль вообще это была жесть особенно когда я не записывал то есть у меня запись тоже занимает производительность поэтому я уменьшил сумму настройки со 150 до 90 потому что там понимаете там столько человек я еще специально трупы убираю это я еще напряг на производительность если трупы там вообще капец как я вспомню какие-то долбаные все время правильно на 150 забирал со своим отрядом из 100 сандейских рыцарей ну да ну да чтобы такую вот крепость захватить нужно не 50 там каких-то сандейских лицарей потому что хотя против некоторых фракций можно даже и 50 брать к примеру вот хеденинское ханство султан сарадинов у них считаете арбалеты и луки это не такие серьезные точнее луки и арбалеты если сравнивать лук он гораздо меньше уровня не носит чем арбалет и все же я все верю в султана сарадинов шарис ему легко забирал там считаете там стольник очень быстро уходил там буквально с двух призывов уже 110 могло было убить убито быть потому что с сургийские рыцари они даже когда спешились они не встречаются такими уж уязвимыми но на коне конечно они тоже уязвимые но все таки если скинуть с коня вы сами знаете что можно сделать просто ударить можно его там отрубить на раз но тут понимаете не делать нечем брать задания но это скучно скучно ну давайте хотя мы посмотрим а не вассалу королеву понятно там там то есть он меня не считает за какого-то такого ну ну это изи кваст смотрите 70 вальдических рыцарей и мы сразу на 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 4 очка подняли свои отношения с корнем харлаусом на бронзов не опытных садийских крестьян это будет весело их прокачивать а я в округе всех самых таких крупные отряды перебил попадала вот тут 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 все таки есть еще у нас на территории серьезные противники вот он вот он он сам на нас идет ну что мы сейчас с вами посражаемся это сражение да я буду заканчивать эту серию вон видите как все заболевались в одном месте ой как меня не нравятся вот такие вот ландшафты дурацкие хотя на карте нету никакого ручейка ну блин вон видите какое то тупое оружие вон видите как я его ударил он упал я конечно вам не рекомендую вот биться с таким оружием который жанит противников потому что если вы потом не будете просто тупо знать где искать торговаться с рабами ну как так так что я вам советую просто на раз их убивать чтобы не иметь никаких проблем с ним в будущем вон вон пытаются убежать ребят ну куда вы убежите я аж вас и так помню вон 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 видите сурдейского весьма быстро однако ладно давайте еще одно сооружение нету что такое так как это было быстро хотя да я скажу себе поставил на быстрый чтобы не особо так было а нет все еще два осталось пропать блин все заключать норы я конечно еще жду выхода уже довольно таки раскручивший себя игры и монтан блэй 2 баннер лор да игра конечно довольно таки будет интересно особенно то что показывали нам разработчики данной игры особенно на этом как там на пресс-конференции они уверяли что там можно будет даже свое оружие и все чески эти создавать гильдии в городах чтобы захватывать потом власть над этими городами мне весьма интересно стало посмотреть что же будет ммм 10 тысяч уже имею блин мышка вода была ну вы понимаете в чем проблема кстати вот он байк русификатора не до конца переведено то есть тут то есть савдийский савдийский не помню как там ну короче не суть ну помню что здесь савдийский оруженосица потом савдийский сержант будет ну давайте с последним сот этим отрядом посражаем и на этом я буду заканчивать свою серию все-таки круто иметь такую армию когда-то сам савдийский рыцарь капец ребят я вам советую если кто посмотрит мое видео собирайте себе савдийскую конницу не пожалеете будет всех фаншотать не конечно я могу создать свое государство и объявить что я их буду на языке всех разбирать да блин мне тогда нужно создавать свою крепость и точнее не крепость а захватывать какую-нибудь крепость чтобы начинать с чего-то или город ну ладно лучше будет чем замка или крепости что самое тупое новобранец что что новобранец давайте вот это вообще с новобранца блин как-нибудь клапнем а то он заколпается какой есть пока у меня блин ищпин диспизня блин я уже всех перебил тут таких больших отрядов местных разбойников это печально может за горцами подраться кстати тут еще один баг русификатора когда игра вышла если кто играл в русификатор от компании 1с то тут вот эти вот разбойники они не назывались горные разбойники они назывались горцами а сейчас я не понимаю почему сейчас переводят все время горные разбойники ну понимаете горцы и горные разбойники это одно и то ну мне кажется я не знаю конечно английский я не изучаю английский я и не буду утверждать как правильно я просто помню как это можно сказать было до того как сейчас начали некоторые переводить вон даже поленились вбить до конца название следующего класса у в линии раскачки отряда вон смотрите и он не повысился будет да он не повысился он засранец больным ну ладно давайте заканчивать серию с вами с вами был Ник Бел всем спасибо кто просмотрел эту серию ну я думаю что я буду записывать видео вот именно во время войны потому что там как раз вот самая кровополитная это и будет всякое а то что мы вот сейчас с вами идеале вот эти где-то 15 минут бегали и ловили отряды вот такие вот миленькие по 6-7 отрядов это просто тупость нет мы вообще можно сказать ничем не занимались ставьте оставляйте свои комментарии подписывайтесь на мой канал если не составляет вам трудом ставьте лайки под видео всем пока спасибо 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 спасибо